Блины являются излюбленным лакомством во многих кулинарных культурах. И это действительно удивительно, как блюдо может меняться в зависимости от своего происхождения. Казалось бы, внешне они похожи. Однако в разных странах мира они отличаются главным ингредиентом, способом приготовления и культурой подачи. Сегодня мы расскажем вам о том, как готовят самые вкусные блинчики в разных странах мира. Привет, вы на канале Кулинарный ТОП, и это подборка 10 самых вкусных видов блинов в мире. Друзья, не забывайте подписываться на наши каналы в других социальных сетях, все ссылки находятся в описании к этому ролику. Номер 10. Инджера, Эфиопия. Эти блинчики являются настолько популярным блюдом среди жителей Эфиопии, что они здороваются друг с другом, говоря такую фразу «А ты сегодня уже ел инджеру». И если ответ положительный, это гарантирует собеседнику, что у человека все в порядке. Главным ингредиентом этих превосходных блинчиков выступает мука на основе африканского злака под названием ТЭФ. Готовые блинчики подают на завтрак, обед и ужин. Они обладают довольно терпким вкусом и очень похожи на хлеб на закваске. Тесто оставляют на три дня для брожения, затем формируют из него большой диск, после чего обжаривают на сковороде. По традиции инджера подают к различным местным блюдам, например к рагу. Номер 9. Панны Кокены, Нидерланды. Толщина этой изумительной голландской классики находится где-то между американскими панкейками и французскими крэпами, о которых мы поговорим позже. Состав теста для голландских блинчиков очень простой и содержит в себе молоко, муку, яйца и соль. Парадоксально, но в Нидерландах панны Кокены обычно едят на ужин, обед или полдник, и очень редко на завтрак. Их обычно подают с сиропом из патоки, сахаром, яблоками и корицей, но когда они готовятся как сытный перекус, их можно встретить с различной начинкой, например из бекона, сыра и даже рыбы. 8. Качапа, Венесуэла. Одно из самых популярных венесуэльских блюд представляет собой аппетитный блинчик, который готовят из теста на основе кукурузной муки, масла, молока и дополнительных компонентов. Для питательного завтрака качапа наполняют всевозможной начинкой, среди которой местный мягкий сыр, похожий на моцареллу, а также жареная свинина чичерон. Венесуэльские блинчики можно встретить в разных уголках Венесуэлы, а также Колумбии. 7. Хрустящие блинчики Бан Хео, Вьетнам. Это одно из самых популярных блюд среди местного населения и туристов представляет собой блинчики на основе рисовой муки, куркумы, кокосового молока или сливок с различными пикантными начинками, среди которых зеленый лук, пряные травы, ростки сои, креветки и кусочки говядины или свинины. Перед тем как наполнить блинчики начинкой все ингредиенты предварительно обжариваются. Сами же блинчики подвергают обжариванию при низкой температуре, после чего наполняются начинкой и аккуратно складываются пополам, чтобы все ингредиенты надежно удерживались внутри блина. Это блюдо готовят по всему Вьетнаму с небольшими региональными различиями в ингредиентах начинки. По традиции хрустящие блинчики подают с самым знаменитым вьетнамским соусом, нокчам. На основе рыбного соуса, сока лайма, сахара, перца чили и чеснока. Этот удивительный вьетнамский соус обладает превосходным балансом сладкого, острого, кислого и соленого. Номер 6. Марокканские блины Багрир, Марокко. Багрир представляет собой магрибские блинчики на основе манной крупы и других ингредиентов, включая дрожжи. Конечно, блинчики готовят во многих кулинарных культурах, но марокканский вариант блюда не похож ни на один другой. В тесте нет яиц, а манка придает им необычный вкус. Соус. Одновременное добавление и дрожжей, и разрыхлителя, что вообще-то в кулинарии не принято, делает их воздушными и пышными. Даже жарят блинчики только с одной стороны, чтобы они сохранили текстуру. Эти наивкуснейшие нежные блинчики, тающие во рту, пронизаны крошечными отверстиями, которые впитывают в себя соус, подаваемый с ними. Среди самых популярных соусов – различные фруктовые джемы или сироп на основе топленого масла и меда. Номер 5. Акономияки, Япония, Ичон, Южная Корея Эти японские блинчики, пожалуй, одни из самых необычных как по внешнему виду, так и по вкусовым ощущениям. Но Япония всегда нас удивляет, поэтому ожидать меньшего от здешних блинов не приходится. Тесто для японских блинчиков по традиции готовят из яиц, муки, воды, тертого ботата и нашинкованной капусты, а также дополнительной начинки на вкус едока. Об этом свидетельствует название этого блюда, которое переводится как «Ваш выбор». Из-за бесконечного разнообразия ингредиентов блюдо и получило такое название. Акономияки жарят на специальной большой плоской металлической плите. Приготовленный блинчик посыпается топпингом из сушеного тунца и подается вместе с особым японским соусом. Чон – это целая группа корейских блинчиков, которые различаются в зависимости от главного ингредиента. Тесто для блинчиков готовят на основе муки и яиц, в которые затем добавляют главный ингредиент, после чего обжаривают в масле. Из большого разнообразия самыми популярными видами являются блинчики на основе кимчи, а также блинчики на основе зеленого лука. Корейские блинчики принято подавать в качестве закуски или гарнира в сопровождении острого соуса. Номер 4. Панкейки. США и Канада. Нет более популярного и вкусного завтрака у жителей Соединенных Штатов и Канады, чем панкейки, которые представляют собой мучное изделие из крахмала, молока, яиц и растопленного сливочного масла. Также в зависимости от регионов тесто нередко добавляют разрыхлитель, пищевую соду, дрожжи, ароматные специи и даже кусочки ягод, фруктов и шоколада. Традиционные американские панкейки должны быть круглыми, румяными и достаточно толстыми, не менее половины сантиметра, а диаметром от 5 до 10 сантиметров. Готовые панкейки складывают стопкой и подают по несколько штук на порцию. Панкейки могут сопровождаться разнообразными добавками, такими как ягоды, фрукты, мороженое и, конечно же, сладкими сиропами, например, джемом, медом или легендарным канадским кленовым сиропом. Панкейки. Это одно из главных блюд канадской и американской кухни, легкое воздушное и сладкое лакомство, которое можно найти практически на каждом углу на всей территории этих двух стран. Панкейки часто подают с такими гарнирами, как бекон, тосты, яйца и сосиски. Номер 3. Блины. Россия. Вопреки мнений многих иностранцев, полагающих, что русские блины всегда наполнены черной или красной икрой, или на худой конец копченым мясом лососевых, жители России вряд ли довольствуются такими деликатесами. Но это не отменяет того факта, что традиционные русские блинчики являются превосходным перекусом для начала нового дня. Тесто для традиционных русских блинов, которые изначально выпекали в печи, включает в себя муку, яйца, молоко, дрожжи, сахар и щепотку соли. Тесто для более поздних вариантов блинов стало бездрожжевое, и их начали выпекать на сковороде. Русские блинчики подают с вареньем, медом, сгущенным молоком, сметаной и другими дополнениями. И хотя русские блинчики намного тоньше панкейков, однако они уж точно не менее вкусные. И в отличие от своих заокеанских коллег русские блинчики можно фаршировать различными начинками, мясными, овощными, фруктовыми и грибными, а также творогом. Номер 2. Крэпы. Франция. Она его подбрасывает. Так французы говорят о женщине, которая играет мужчиной так же ловко, как блинами на сковородке. Это связано с тем, что французские блинчики в процессе выпекания принято подбрасывать, а не переворачивать вручную. Эти тонкие нежные блинчики – одно из самых популярных французских блюд, которое распространено не только по всей Франции, но и является настоящим кулинарным хитом в разных уголках планеты. По традиции готовые крэпы наполняют различными сладкими начинками, такими как джем, шоколад, ягоды или взбитые сливки. Также не менее популярны несладкие крэпы, например, с мясной, рыбной или грибной начинкой. Номер 1. Доса, Индия. Тонкие хрустящие блинчики под названием доса – это одно из самых известных блюд индийской кухни. Тесто для них готовят на основе рисовой и чечевичной муки, отчего оно получается весьма густым. Его традиционно обогащают семенами пажетника, которые придают готовым блинчикам характерный золотисто-коричневый цвет и хрустящую текстуру. Пикантную и аппетитную досу готовят по всей стране и едят на завтрак или в качестве быстрого перекуса в течение всего дня. Обладая довольно нейтральным вкусом, доса является идеальным дополнением ко многим сочным индийским блюдам. А самой популярной разновидностью этого блюда является масала доса, которая представляет собой блинчик, в который заворачивают всевозможную аппетитную начинку. Сегодня индийскую досу можно встретить уже далеко за пределами Индии. А какие ваши самые любимые виды блинов? Делитесь в комментариях своими рецептами и мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока. Друзья, не забывайте подписываться на наши каналы в других социальных сетях. Все ссылки находятся в описании к этому ролику.